Глубоко уважаемые президенты, глубоко уважаемые медицинские онкологи, спасибо за приглашение на вашу секцию. Я очень с трепетом, конечно, сейчас буду говорить о лекарственной терапии в такой понимающей среде. Для себя, онкогинекологи, мы понимаем, что рак яичника это не однородная группа. Да, большинство опухолей это сирозные, high grade. Кроме того, это и low grade, сейчас нам часто гистологи ставят диагноз. И более редкие формы, эндометриоидные, муцинозные, светлоклеточные карциномы. Теперь мы имеем возможность в некоторой клинике определять, типировать молекулярно рак яичника. И тоже знаем, что сирозный рак яичника high grade, чаще здесь выявляется мутация BRK1 и P53. А другие гистотипы опухоли имеют совсем другие мутации в соответствующих генах. И сегодня даже у нас представление изменилось о происхождении рака яичника. Если для low grade опухоли мы больше отводим значение как раз кистом включения происхождения, то те опухоли, с которыми мы чаще всего встречаемся, считаем, что в их происхождении повинны как раз клетки из фалопиевой трубы. Сейчас мы разделяем два типа рака яичника. Это первый тип, где как раз low grade карциномы. Их происхождение чаще из пограничных опухолей. А вот те опухоли high grade, с которыми чаще всего при дисциплинированных формах мы встречаемся, как раз вот та другая гипотеза Курмана сейчас постулируется. Исходя из гистотипа, зная вот те молекулярные изменения, которые при этих опухолях, мы можем говорить о том, что одни опухоли будут по клиническому течению, мы знаем, будут притекать более агрессивно из быстрой диссеминации. А некоторые опухоли, такие как муцинозные, эндометриоидные даже, они локализуются больше и процесс идет сначала локализованный. И чувствительность химиотерапии у этих опухолей совершенно различна. От этого меняется и прогноз заболевания. Мы пока пользуемся старой классификацией ФИГО 2009 года. Сейчас появилась классификация 2014 года. Ну, здесь она так представлена. Наверное, русская уже включит новую классификацию, и мы будем по ней стадировать рак яичника. Сегодня мы говорим о диссеминированном раке яичника. Это большинство больных, которых приходится лечить. Это начиная со второй Б стадии до четвертой стадии. То есть вот такое уже хроническое диссеминированное заболевание большинства больных. Два момента в лечении. Хирургия. И хирургия у меня написана меньшими буквами. Нет, одинаковыми. Хотя должна выглядеть как раз лекарственная терапия. О хирургии я почти не буду говорить, хотя этим занимаюсь. Для диссеминированного рака яичника это циторедукция, к которой мы стремимся. К максимальной циторедукции, к Р0. То есть оптимальной циторедукции каждый хирург стремится сделать при распространенном раке яичника. И сейчас, конечно, мы говорим об агрессивной хирургии при раке яичника. От чего мы раньше отказывались, может быть. Это и резекция кишки, это и абляция метастатических очагов, и перитонектомия, и удаление стрипами с диафрагмы. То, что предлагают при таком диссеминированном процессе. Конечно, от того, насколько меньше осталось опухоли, вы видите и прогноз заболевания. Вот данные Дебуа, даже если оставлено до 1 см, что входит в оптимальную циторедукцию, видите, кривая почти такая же, как и при субоптимальной циторедукции более 1 см. Поэтому, конечно, будет изменено, наверное, что оптимальная циторедукция, это когда просто Р0. Какая же лекарственная терапия при диссеминированном раке яичника предлагается? Это химиотерапия и таргетная терапия. Химиотерапия первой линии. Ну, это, конечно, платиновая химиотерапия и включение токсанов. На основании тех исследований, которые, рандомизированных исследований 90-х годов, особенно двух протоколов, которые показали преимущество именно цисплотина с паклитоксилом. Хотя умалчиваются два других исследования, где такого уж выигрыша от токсанов получено не было. И вот исследования все-таки с паклитоксилом и с карбоплотином, двух исследований, заставили изменить стандарты лечения. И на сегодня потом цисплотин был заменен на карбоплотин, что оказалось адекватным по витикривым. И на сегодня стандартом рекомендации ЭСМА, НССН, вы видите и наши русские рекомендации. В первой химиотерапии первой линии это паклитоксил с карбоплотином 6 циклов после циторедуктивной операции. Но несмотря даже на выполненные оптимальные циторедукции, у большинства больных в течение полутора-двух лет развиваются рецидивы заболевания. И вот здесь решается вопрос, может быть были неправы и надо менять химиотерапию первой линии. Предлагались другие варианты, это карбоплотин заменить, то есть появлявшиеся второго поколения паклитоксанов, это доцитоксил. Результаты, вы видите, одинаковые, то есть в некоторых случаях это возможно замена. Пытались добавить третий препарат в химиотерапию первой линии, сделать триплеты или последовательные курсы. Однако выигрыша получено не было, а токсичность была большая. И пытались изменить введение препарата, увеличивая дозу, но с интервалами недельными. Японское исследование показало выигрыш в такой терапии. Однако исследование на европейской расе такого выигрыша не показало. Правда там немножко другой был дизайн. Там помимо еженедельного поколитоксила был и еженедельный платиновый препарат. Неодевантная химиотерапия. Неодевантная химиотерапия тоже очень обсуждаемый до сегодняшнего дня вопрос. Потому что есть мнение, что в любой ситуации надо начинать с первичной циторедукции. Другие же говорят о том, что при этом надо стремиться выполнить оптимальную циторедукцию. Что не всегда возможно при диссеминированном процессе. И поэтому обсуждается вопрос о неодевантной химиотерапии. Для того, чтобы это доказать, не на индивидуальных результатах отдельных клиник. За пронимом было рандомизировано исследование Хорос. Где при диссеминированном раке яичники одним больным в любой ситуации начинали с операции. С последующей химиотерапии. Другим же начинали с неодевантной химиотерапии. Три курса операции и следующей химиотерапии. Результаты этого исследования показали, что эти кривые одинаковые по выживаемости. То есть выигрыша, казалось бы, нет. Однако, если посмотреть на то и качество жизни этих пациентов. В послеоперационном периоде видите летальность выше там, где начинали с циторедукции на первом этапе при диссеминированном процессе. Больше было осложнение различного рода при стремлении выполнить такой агрессивной хирургии. Не всегда достигая при этом оптимальной циторедукции. Поэтому на основании рандомизированного исследования европейского, который включил в себя и Хорос, было решено вынести такие результаты, что неодевантная химиотерапия с последующей интервальной операцией при третьей, четвертой стадии позволяет достичь тех же, казалось бы, результатов, что и первичная циторедукция, но с меньшими осложнениями и послеоперационной летальностью. И позволяет раньше начать последующую химиотерапию. А первичная циторедукция остается при стадии менее 3С, то есть 3Б и менее. Интероперитениальная химиотерапия. Очень бум был увлеченности этой внутриврешенной химиотерапии. Но хочу подчеркнуть это именно тем, которым выполнена оптимальная циторедукция. Не после субоптимальной циторедукции. И не американские исследования большого выигрыша не показали. А вот американские исследования, особенно ГОК-172, показали выигрыш от интероперитениальной химиотерапии. То есть 1 раз в 3 недели 6 циклов химиотерапии первой линии. Правда, не все было корректно с дозами, когда сравнивались с обычной системной химиотерапией. Но выигрыш как бы был больше. Однако, когда посмотрели внутри этого протокола, выяснилось, что менее половины пациентов могли перенести такого рода химиотерапию, ежемесячную, интероперитениальную, из-за возникавших осложнений. Поэтому на сегодня интероперитениальная химиотерапия при раке яичника, после оптимальной даже циторедукции, остается, как бы предлагается пациентам и врачам использовать. А Европа, она более консервативная, говорит о том, что это все-таки еще экспериментальное направление в медицине. Еще один вариант интероперитениальной химиотерапии – это хайпек, то есть гипертермическая химиотерапия, которая в свое время была предложена. При этом очень интересная вчера была секция, которую докладывали химиотерапевты, хирурги глазами, и онкогинекологи докладывали у нас, Константин Джамилевич. Наша клиника, вот то, что анализирует наш сотрудник Гусейнов, касается интероперитениальной химиотерапии с гипертермической перфузией. Это при рецидивах рака яичника, это 94 пациентки. Правда, на меньшем материале мы проследили медианы без прогрессивной выживаемости. И опять же, только в тех случаях, когда была выполнена оптимальная циторедукция, был выигрыш от такой интероперитениальной химиотерапии. Что касается поддерживающей терапии, чтобы отсрочить, казалось бы, клинический рецидив после химиотерапии первой линии. Обнадеживали результаты ГОГО-178, который говорил, что после завершения химиотерапии первой линии имеет смысл еще назначать в чуть ли не течение года химиотерапию токсанами. Однако, окончательная по медианию общей выживаемости результаты не покразали выигрыша от поддерживающей терапии. Это не считается на сегодня целесообразным. Вторая линия химиотерапии. То есть, да, мы знаем, что диссиминированный рак – это хроническое заболевание, несмотря на те действия, которые мы на первом этапе производим. Далее, рецидив заболевания. О рецидивах мы судим по длительности ремиссии после первой линии и делим на рефрактерные, резистертные, потенциально чувствительные и высокочувствительные к платиновой химиотерапии. И здесь алгоритм лечения, который предлагается при химиотерапии – рецидив. То есть, при платиночувствительных более 6 месяцев – это возвращаемся к платиновой химиотерапии. И даже, казалось бы, именно в комбинации с токсанами, хотя это требует сейчас еще дополнительного обсуждения, если это платинорезистентные, то не платиновая химиотерапия. Если это между 6 и 12 месяцами, то одно из исследований, которое показало выигрыш от комбинации неплатиновых препаратов с трубиктидиной, с ПИДИ, липосомальным доксорубицином. Но вот я хочу еще показать исследование, вот возвращается сейчас к теме назначения липосомального доксорубицина. Вот то исследование Калипса, которое дополнительный анализ показал, что выигрыш назначения именно в варианте или карвоплатин с паклитоксилом, или карвоплатин с ПЛД, то есть при платиночувствительных рецидивах, то выигрыш как раз был больше при назначении с липосомальным доксорубицином в сочетании с платиной, при платиночувствительных рецидивах. И поэтому алгоритм может несколько измениться. То есть если есть возможность, то при платиночувствительных рецидивах и потенциально платиночувствительных рецидивах, когда мы не имеем возможности назначить неплатинный препарат в виде трибиктидина с ПЛД, то вот вариант это карвоплатин с липосомальным доксорубицином. И при уже более поздних рецидивах назначать, опять возвращаться к карвоплатинам с паклитоксилом. Что касается платиночувствительных рецидивов, вы видите, графики по разным препаратам примерно одинаковые по эффективности. Но токсичность, например, даже, опять же, если сравнить это по ТК с ПЛД, мы знаем, они будут разные. Одни гипотологические, другие ладоноподушвенные. Мы работаем с топотеканом, не имея возможности с ПЛД. Но даже посчитав по стоимости, оказывается, с ПЛД, хотя нам кажется, дороже, то выясняется, что это дешевле по расчетам, из-за того, что меньше осложнений, возникающих, которые требуют госпитализации, гемотрансфузии, колонии стимулирующей на привычном нашем топотекане. Что касается, вот так мы можем представить на сегодня схему лечения платинорезистентных рецидивов, то, что нам предоставляется. В конце вы видите и тамоксифен, и метрономную терапию. Но и это вторая, третья, четвертая линии. И что дальше? Я хочу представить результаты лечения рака яичника 90-е и 2010-е годы. Это данные Еврокея. Посмотрите, пациенты, которые вот по тем схемам лечения, которые я вам представила. Лечившиеся в начале 90-х годов, пятилетняя выживаемость по Европе 36,7%. Если мы посмотрим, по Санкт-Петербургу, это тоже примерно такие показатели, 40%. Если посмотрим конец 90-х годов, ну где-то добавились еще препараты в лечении рецидив заболевания. Но изменилась ли пятилетняя выживаемость? Она оказалась та же. По Европе и по России. Если мы посмотрим, уже начало 2000-х годов и прослеженная до 2012 года пятилетняя выживаемость. Она та же, к сожалению, вот мне могут сказать, опять пессимизм. Она не изменилась. И вы посмотрите тоже на этом графике. Те препараты, те комбинации, о которых я говорила, новых фактически уже с 1996 года нет. В химиотерапии первой линии и в рецидивах рака яичника. Ну тогда встает вопрос о таргетной терапии. Надо сказать честно, что онкогинекология позже пришла к таргетной терапии, чем медицинские онкологи при других солидных опухолях. Вот здесь арсенал препаратов таргетных, которые сейчас изучаются для рака яичника. И вот синим все-таки выделены те, которые как бы уже внедряются в практику. Первый, конечно, это антиангиогенный препарат. Это бевоцезумаб, который показал во второй фазе препарат. Не буду на нем остановиться. Почему? Для рака яичника. Потому что экспрессия ВИДЖФ при асцитных формах довольно-таки высоко отмечается. Поэтому сразу начинают изучать очень быстро бевоцезумаб первой линии. Это исследование ГОК-218. Которое показало именно не только назначение бевоцезумаба на период химиотерапии первой линии. Но и поддерживающие до 12 месяцев 15 мг на килограмм поддерживающие терапию бевоцезумаба. Другое исследование ICON-7. Ну, несколько упрощенное по сравнению с предыдущим. Здесь только два рукава. Она также, правда, при меньшей дозе показала преимущество добавления таргетного препарата в лечение, поддерживающий терапию первой линии. И особо была отмечена как раз эффективность для больных наиболее неблагоприятных. Где были субоптимальные операции, четвертая стадия заболевания. Где как раз был выигрыш по беспрогрессивной выживаемости. И даже, что не очень характерно для таргетных препаратов, даже по общей выживаемости. При инцидивах также бевоцезумаба изучается. Это исследование OCEAN. Я заканчиваю. Тоже показали эти исследования. И последние данные это по рецидивам платино-чувствительных, где при наличии мутации имеет смысл тоже нового препарата, который пока прошел вторую фазу. Это Аллапариб для пациентов с мутацией БРК. И завершая, я не привожу уже вот эти стандарты, которые хорошо известны для ЭСМА. То есть вот уже включенный таргетный препарат, помимо химиотерапии, и в рецидивы заболеваний, и РУСКО. И что же мы будем ждать уже теперь после 2010 года. И моя картинка тоже. Я не могу сказать, победа ли или поражение в лечении рака яичника. Но я вспоминаю, как мы, приходя в такое тупиковое состояние, приходили к Михаилу Лазовичу Гершановичу. И как он очень индивидуально рисовал с каждой пациенткой. И мы удивлялись, насколько он продлевал им жизнь при даже вот таком хорошем качестве назначаемой терапии. Спасибо за внимание. Спасибо.